Это видео записано для сайта экзегет.ру. Сегодня мы рассмотрим содержание 8 главы Книги Деяний. В предыдущей главе мы читали о мученической кончине архидиакона Стефана. И эта мученическая кончина спровоцировала ряд гонений на первохристианскую общину, активным участником которых является некий иудей Саввл, фарисей, ревнитель, но будущий апостол Павел. С 1 по 4 стих рассказывается о этих гонениях. И удивительно то, что эти гонения имели и обратную сторону. Проповедь впервые выходит за пределы Иерусалима и Иудеи. И 8 глава Книги Деяний рассказывает нам о проповеди христианства в Самарии. Это область Палестины, которая находится к северу от Иудеи. Здесь мы видим исполнение пророчеки слов Христа, который пообещал, что апостолы станут свидетелями в Иудее, в Иерусалиме и в Самарии. И вот мы видим исполнение этого предсказания Христа. Саввл одобряет убиение архидиакона Стефана и активно участвует в этих гонениях. Все, кроме 12 апостолов, рассеялись, то есть были вынуждены из Иерусалима уйти в другие города. Здесь мы видим тоже исполнение слов Спасителя, который говорил, если гонят вас в одном городе, идите в другой. Саввл участвовал в этих гонениях с особой жестокостью, ибо он терзал церковь, входя в дома, влача мужчин и женщин, и отдавал их в темницу. И вот обратная сторона этих гонений, промыслительная и положительная, между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слова. В следующем эпизоде, с 5 по 25 стих, рассказывается о проповеди апостола Филиппа и апостолов Петра и Анна в Самарии. Следует сначала сказать, о каком апостоле Филиппе идет речь. Скорее всего, что это был Филипп не из 12 апостолов, а Филипп, который входил в число семи служителей или диаконов, об избрании которых говорится в 6 главе книги Деяний. Косвенным подтверждением этого является свидетельство книги Деяний в этой же главе, что рассеялись все, кроме апостолов. Следовательно, Филипп из числа 12 продолжал оставаться во время тех гонений в Иерусалиме. И тот Филипп, о котором говорится сейчас, это Филипп не из числа вот этих ближайших учеников Христовых. Но, когда апостол Филипп приходит в город Самарийский, то оказывается, что там уже кто-то проповедует. Вернее, ведет очень активную проповедническую деятельность. И этим человеком являлся некий Симон Волхов. Более того, что он выдавал себя за кого-то великого, а народ ему внимал и называл его «сесть великая сила Божия». Вот по этому косвенному признаку мы можем выдвинуть гипотезу, что, скорее всего, по своему учению Симон Мак или Симон Волхов принадлежал, возможно, к течению так называемых гностиков. Гностическое учение объединяло в себе множество сект и направлений, очень пестрых по мировоззрениям, которые они исповедовали. Но в них были некие общие принципы, свойственные им. Это была некая смесь, попытка соединить с одной стороны греческую философию, философский настрой греческого мира и восточную, отчасти семитскую, мистику. В чем-то эти люди походили на популярные в наше время целители, экстрасенсов, ясновидящих. Вот в то время гностицизм – это было явление такой популярной духовной культуры, конечно, с оккультным оттенком. И наименование Симона «Сейс Великая Сила Божия» по лексике, по терминологии очень подходит именно к кругу гностиков и людей, исповедовавших гностические доктрины. И интересно то, что когда Филипп приходит для проповеди в Самарию, то Филипп совершает многие чудеса, проповедует, и особым образом деописатель говорит о том, что Филипп исцелял многих бесноватых. Святитель Анзотауст в своих гамильях на книгу «Деяний» он замечает, что недаром упоминается о множестве бесноватых. И как бы задает такой вопрос, а что же за чудеса такие совершал Симон Волхв, что Филиппу пришлось исцелять многих людей от беснования? То есть, святитель Анзотауст, вот эти ложные чудеса и, скажем так, ложную духовность Симона Мага ставит как бы в прямую связь с тем, что в этом городе находилось множество людей, одержимых духами нечистыми. Очевидно, это были те, кто пользовался и практиковал, вот, скажем так, духовные наставления вот этого Симона Мага. Тем не менее, благодаря проповеди Филиппа многие самаряне крестились. Филипп, не приписывая вот эти достижения себе, он зовет в этот город апостолов Петра и Анна, для того, чтобы они возложили руки на крестившийся, для того, чтобы на них сошел Дух Святой. Вот здесь, в этом эпизоде, мы видим первое упоминание о том таинстве, которое в современной церковной практике носит название таинство миропомазания, а вернее, таинство преподания дара Духа Святого новокрестившемуся человеку. И апостол Филипп как бы предоставляет эту возможность сделать самим апостолов, тем самым показывая, что апостолы, проповедуя, не пытались друг с другом как-то конкурировать и приписывать какие-то достижения себе, но старались действовать совместно, в едином духе и постоянно взаимодействуя друг с другом. Вот в числе этих крестившихся, как ни странно, и оказался Симон Волох. Но, как говорится, он крестился, но не просветился. И очевидно, вот то, о чем еще во второй главе упоминал апостол Петр, что для крещения требуется покаяние, то есть внутренняя перемена, вот именно этого не произошло с Симоном магом. Потому что, когда он увидел, что через возложение рук апостолов подается благодать Духа Святого, он подошел к ним и предложил им деньги, чтобы и он получил эту власть давать Духа Святого. То есть он решил благодать священства, как мы сейчас сказали, или если речь о апостолах, то, скорее всего, это благодать епископства получить за деньги. В общем-то, для древнего мира здесь нет ничего необычного, и различного рода учителя, учителя философии, ну и, скажем так, прочие, которые охотно брали деньги за вот такое образование. Поэтому, может быть, в системе координат самого Симона Волхва это не являлось чем-то необычным, но, конечно же, апостол Петр обращается вот к этому Симону с такими словами, что серебро твое добудет в погибель с тобой. Почему? Потому что ты решил и помыслил дар Божий получить за деньги. Покайся в этом грехе. Может, отпустится тебе этот грех и твоя неправда перед Богом, ибо вижу тебя исполненным горькой желчи в узах неправды. И вот здесь показателен сам ответ Симона Волхва. Он не выражает никакого покаяния, он не говорит о том, что он поступил неправильно, что совершил ужасный поступок, он подумал, благодать Божью привлечь к себе с помощью денег, купив расположение Божие. Он боится наказания. То есть его ужасает не сам поступок, а, возможно, неприятные последствия. Помолитесь вы за меня Господу, говорит Симон Волхв, дабы не постигло меня ничто, исказанного вами. И здесь мы видим, что, к великому сожалению, слова апостола Петра не достигли глубины души этого человека. И, в общем-то, здесь вот этот эпизод с Симоном Волхвом – это повод всегда вспомнить о различии между мировоззрением магическим и мировоззрением религиозным, христианским. Мы чувствуем в словах и в самом подходе Симона Волхва что-то механическое. Вот купи, и это будет твое. Но как можно Бога взять в себе, в собственность? Здесь мы видим отражение каких-то изначальных неправильных, кривых установок самого Симона Волхва. И это установки именно магические, потому что маг ищет власти над духовным миром, ищет способы, как заставить духовный мир служить себе, как научиться манипулировать этим духовным миром, в то время как вера, христианская вера, обладает совсем другими характеристиками. Мы не можем никакими нашими манипуляциями или действиями заставить что-то Бога сделать для себя. Точно так же и Господь, оберегая нашу свободу, не может нас заставить делать то, что Ему угодно, поскольку в вере действует свобода и любовь, в отличие от магии. И здесь, если мы будем переносить какие-то параллели в современную церковную жизнь, мы увидим, что и у верующих людей бывает магический подход к вере. Иногда человек боится что-то сделать не так, не так поцеловать икону или неправильно, как он думает, поставить свечу и так далее. Эти детали можно умножать до бесконечности, и вот за этим сквозит то мировоззрение, что человек воспринимает Бога как некую машину, как некий компьютер. Если ты нажмешь неправильное сочетание клавиш, то что-то произойдет не то. То есть мы не относимся к Богу как к Богу живому, который видит нас и любит нас, и, конечно же, учитывает и обстоятельства нашей жизни, и даже наши ошибки. Поэтому здесь не следует относиться к Богу как к такой мертвой машине, которая наказывает за любое, случайное, неправильное нажатие кнопок или рычагов. Вот подобного рода подход свойственен именно магии. Магия – это всегда насилие. Насилие над духовным миром, насилие над человеком, которого пытаются заставить с помощью магических манипуляций сделать то, что угодно, допустим, другому человеку. Это особый мир, темный мир. Мир и шарлатанов, но иногда и мир человеческого заблуждения. И, с одной стороны, мы видим у апостолов отсутствие страха перед этим миром, поскольку христианам не надо бояться никаких магических воздействий, злазов, порчи и всего прочего. Мы видим их смелость, что они обличают этого человека в его заблуждение, желая ему спасения. И апостолы, как написано, засвидетельствовав и проповедовав Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим. Но деятельность апостола Филиппа не ограничивается проповедью в Самарии. Дальше происходит одно событие, которое связано с рядом чудесных явлений, а именно крещение Филиппом Евнуха. Этот эпизод заключен между 26 и 40 стихом восьмой главы книги Деяний. Апостол Филипп, еще будучи в Самарии, получает от ангела Господня указание «Встань и иди на юг, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, которая пуста». И вот Филипп оказывается там и видит, что некий эфиоплянин, евнух, вельможа Кандаки, царица эфиопской, Кандаки – это не имя, а титул эфиопских цариц, хранитель всех ее сокровищ, он, оказывается, был в Иерусалиме для поклонения. То есть мы видим, что, несмотря на то, что он был чужестранец, он не был иудеем по плоти и крови, очевидно, вот этот евнух проявлял какой-то интерес к вере в единого Бога, был в Иерусалиме, поклонялся святыням, хотя сам, очевидно, насколько это следует из последующего рассказа, не все понимал в вере, в божественном откровении Ветхого Завета. И вот Филипп слышит, что евнух читает отрывок из 53 главы пророка Исаии. «Как овца веден он был на заклание, и как агнец перед стригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд совершился, но род его кто разъяснит, ибо в землице от земли жизнь его». Вот этот отрывок из книги пророка Исаия, а равно как и, в общем-то, всю 53 главу, принято называть Ветхозаветом Евангелем, поскольку в этой главе пророк Исаия описывает страдания некого человека, которого он называет рабом Господнем. И вот в христианской традиции считается, что это пророчество о страданиях Христа. Каким образом возникает естественный вопрос, этот Евнух читал так, что Филипп слышал это чтение? То есть, очевидно, он читал вслух. Действительно, в древности, как правило, люди читали книги вслух. Чтение книг про себя – это явление позднего времени. И, в общем-то, если бы, например, в I, II, III, IV веке нашей эры мы бы стали читать книгу про себя, то, скажем так, окружающие нас люди, наши знакомые, очень сильно бы удивились этому обстоятельству. Поэтому ничего удивительного в том, что Филипп слышал чтение Евнуха, ничего удивительного и, скажем так, редкого в этом нет. И вот это чтение становится поводом к разговору между Филиппом и Евнухом. Филипп задает ему вопрос, а ты понимаешь, что читаешь? «Прошу тебя, – отвечает Евнух, – сказать, о ком пророк это говорит, о Сибели или о ком-то другом». И вот апостол Филипп рассказывает ему об Иисусе Христе. Он объясняет, что это пророчество относится к Иисусу Христу, поскольку были разные толкования, в том числе в этих страданиях видели символическое изображение страдания народа израильского. Но христианское понимание трактует это пророчество как именно пророчество о Христе. И вот результатом этой беседы, в которой, возможно, Филипп объяснил и другие ветхозаветные пророчества, и в том числе пророка Исаию, вот результатом этого разговора, этой беседы, становится желание Евнуха креститься. Евнух сказал, «Вот вода, что препятствует мне принять крещение». Филипп сказал ему, «Если веришь от всего сердца, то можно». Он сказал в ответ, «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И вот мы видим, что здесь перед крещением Евнух произносит вот этот самый первый символ веры. Мы видим, что с древних времен есть традиция перед крещением исповедовать свою веру. Как и сейчас, крестные восприемники или взрослый человек перед крещением читает обязательно символ веры. Точно так же и в древности священном писании это исповедание веры, признание Христа Сына Божиим было естественным и логичным шагом перед тем, как омыться в водах крещения. Что происходит вследствие этого исповедания? «Дух святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень. И Евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь». Вот в этом одном слове мы видим выражение вот того нового и духовного, и душевного состояния, в котором оказался Евнух. А Филипп оказался действием ангела Божия, перенесенным в город Азот. И там продолжал свою проповедь и заканчивается восьмая глава известием о том, что апостол Филипп проповедует в городе Кесарии.